Денис Владимиров. Киллхантер. Книга третья. Слабости нет. Глава первая. Токио 3. Двадцать пятый день от начала. Внезапное появление тени стало путеводной звездой, тем маяком в тёмную безлунную ночь, которые так жаждали увидеть древние моряки, отчаявшиеся и всё проклявшие, ожидающие неминуемого конца. До этого момента бродил, казалось, вечность по странной пустоши, где ветер носил красный песок, забивал им пространство между такого же цвета острыми каменными зубами. Изредка встречались стеклянные озерца и лужи, ослепляющие блеском под палящими лучами солнца. И до самого горизонта больше ничего. Губы давно потрескались, хотелось пить до миражей. Они манили зеленью пальм, синевой ледяной воды. Картины настолько яркие и сочные, а свежесть влажного ветра так ощущалась на обветренных щеках, что любой бы перепутал их с реальностью. Не исключением стал и я. Вот очередная цель достигнута. И всё растворяется, исчезает, а новая точка возникает далеко-далеко, почти на горизонте. Сжимал кулаки, вспоминал маты. А голос — каркающий, хриплый, гортанный, чужой. Иногда силы оставляли. Тогда я падал, лежал, уткнувшись лицом в горячий песок, который забивал ноздри и рот. И в голове малодушные вопросы. Зачем? Зачем я это делаю? Не проще ли сдохнуть прямо здесь и сейчас? Ведь конец в итоге будет один, но какая-то часть всегда брала вверх, несмотря на вопли и протесты разума, несмотря на стоны обезвоженного, обессиленного организма. Стискивая до скрипа зубы, вставал на четвереньки, а затем выпрямлялся и вновь брёл за миражами. Поэтому висящая над землёй антропоморфная фигура с размытыми дымными очертаниями стало хоть каким-то событием, выбивавшимся из череды однообразия последних дней, месяцев, лет. Только дьяволу было известно, сколько я находился в этом месте. Разумный, я пришёл с миром. Привычное приветствие отчего-то разозлило. Меня радуют твои успехи, и раз первая подсказка попала к тебе в руки, то я решил помочь в поисках второй части компаса. Именно он укажет путь до алой сферы чёрного пламени. Координаты переданы. И сущность начала бледнеть и стончаться. Мозг отказывался работать без воды и пищи, но я смог сориентироваться и проскрепить ей вслед. Сколько, сколько всего частей, сука! Если в первую встречу нет-нет и мороз пробегал по позвоночнику, опускался до копчика, поднимался до затылка, заставляя шевелиться волосы, то сейчас ничего, кроме злости, ненависти и ярости. Восемь. И тень окончательно исчезла. А я проснулся в холодном поту. Рефлекторно потянулся к изголовью кровати, где стояла полуторалитровая бутылка с обычной водой. Пил, как в первый раз в жизни, захлебывался, першила в носу, вода лилась за воротник футболки, но мне было плевать. Какая это была амброзия! Влага жизни! Только после двух третей баклажки немного пришел в себя. Какая к чертям жажда! Фантомная разве что! Кошмар! Ну-ну! В первую очередь заглянул в карты. Все верно. Это был не просто сон, а неизвестная тварь вышла на связь таким образом. И маркер стоял в 46 километрах от текущего положения АСК. Направление юго-запад. Терра инкогнито. От Токио-3 в 9,5 километрах. Вот еще одно подтверждение простого факта, что все мы под колпаком, а также принадлежности тени к стану кураторов. Так как именно анимышкам сегодня и собирался помогать решить их проблему по уничтожению секты и вызволению их соклановцев. Более того, 99 из 100 хождение по Красной Пустыне – это дебильный тест. Для чего? Например, проверка на наличие воли к достижению цели. Когда ублюдки убедились, что лабораторная крыска имеет шансы справиться с заданием, силу упертости, появились, направили, подсказали. «Если до вас доберусь, а я обязательно доберусь, будете умирать долго, мучительно и в корчах. Уж постараюсь». Закуривая первую сигарету, чтобы окончательно прогнать чертову дурнину от кошмара, сразу нацепил очки визуализации. «Внимание! Базовая характеристика совершенствования повышена. И теперь равна трём. Для подъёма её на следующий уровень требуется 800 000 опыта, 800 000 мутагена 1, 4000 мутагена 2. «Внимание! Без общей модернизации организма невозможно увеличить этот параметр». «Внимание! Разблокирована возможность дальнейшего прогресса». «Интересно, интересно! Или я чего-то не понимал, или совершенствование отвечало не только и не столько за возможность поднимать базовые характеристики. Вот тоже подгадили кураторы, ни дна им, ни покрышки. Нет, дать нормальную справку. Тыкаешься, как слепой щенок. Всё на интуиции». Появилась новая вкладка «Модернизация». И для активации процесса необходим мутаген 2 – 1 миллион. Состояние покоя – 12 часов. Время снижается вдвое, если вы находитесь в собственном жилом модуле. Справка. Модернизация вашего организма происходит автоматически при переходе со второго на третий уровень. Вторая осуществляется при росте с восьмого на девятый. В данном случае процесс не требует дополнительных ресурсов, а также затрат времени. Повышайте левел, растите гармонично. Как я уже убедился, система ничего не делала просто так. И чаще всего такого рода явные подсказки в дальнейшем могли принимать самые непредсказуемые последствия. Например, да простой, с хантерством и убийством разумных. Поэтому как-нибудь и без таких тонких намеков разберусь. Подлянкой несло от этого выверта за версту. Поднял все в кап. Спасибо Гладу. В результате получилось следующее. Базовые характеристики. Сила – 12. Ловкость – 12. Скорость – 10. Выносливость – 12. Интеллект – 17. Восприятие – 10. Интуиция – 10. Научное изыскание – 10. Ментальная стойкость – 7. Чувство реальности – 7. Совершенствование – 3. Несмотря на подросший на два пункта интеллект, повысить уровень устройств не получилось. Сколько сейчас времени? Час ровно. Через три – встреча с Хикари и Сакурой. А там телепортация в Токио-3. Ранним утром просто свалился на кровать, активировал подъем совершенствования и отрубился. Не было ни сил, ни желания разбираться с трофеями. Их из трупа Алексеева снял неплохо. Когда я открыл дверь в камеру, то едва не сбило с ног мощным амбре. Густая смесь застарелого пота, экскрементов, мочи и крови заставила активировать шлем. Нюхать все это. Увольте. Однако Нелюбимов, что удивительно, не Добрынин, а вот здесь вопрос вопросов. Не поморщились. Пленники умудрились освободиться от пут. Первым умер подчиненный Алексеева, а затем он сам себе перерезал горло.